Здравствуйте, Мила! Ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, если муж не согласен с десятиной и не хочет откладывать ее вообще, и говорит, что у него есть очень яркий пример того, как люди всю жизнь отдавали десятины и жили в нищете. Поэтому он не хочет отдавать, и наша семья очень сильно нуждается в финансах. Я понимаю, что мы из-за десятин не входим в финансовое благословение от Бога. Скажите, пожалуйста, если я одна отдаю десятину, свои заработанные деньги, это не будет для Бога обкрадыванием, как говорит книга Малахии. Мила, слава Богу за то, что вы желаете иметь точное исполнение Божьего послания. Но я хочу сказать, что вы сердце свое в этом смысле можете взвешивать и проверять. Вы не ответственны за мужа в данной ситуации, потому что у каждого степень своя, и веры, и понимание духовных законов, принципов. Но вам надо понять, что Бог щедрый. Бог щедрый, не живите в страхах, потому что люди, которые в страхе что-то делают, это не есть вопрос веры. А когда вы делаете то, что вы можете, и то, что от вас зависит, не живите под страхом проклятия или недовольства со стороны Бога. Ведь все, что наполняет землю, оно Божье, и Богу надо наше сердце. И когда Он понимает, что все, что мы имеем, это Он нам дал, и когда мы можем не быть под давлением нищенского мышления, под давлением мнений человеческих, под давлением какого-то вывода человеческого, а мы встаем под Божью волю и открыто для Его работы, то вы можете сказать, Господь, когда-то ты благословил лепты вдовы. И эти две лепты вдовы Он так высоко поднял, что все об этом сегодня знают. И Господь тогда, Иисус, стоя у этой сокровищницы в храме, сказал, она больше всех положила. Поэтому будьте в числе той, которая сердцем дает то, что может. А Бог благословит вас, и благословение начинается с измененного мышления. Поэтому посмотрите в свое сердце, есть ли у вас недостаток в этом, то есть мышление нищеты или мышление царственности. И как вы будете жить, если у вас царское мышление. Поэтому об этом подумайте, и Бог благословит ваше мышление и результат вашей жизни. Всего вам доброго, и каждый отвечает за свою часть. Благословения вам, мило. Субтитры подогнал «Симон»